О том, что стадион ждет преображения, стало известно в августе. Тогда началась работа, которая уже принесла свои плоды. Два слоя покрытия уложили, остался третий заключительный. Подрядчик заверяет, при бережном использовании беговые дорожки прослужат на благо спорту не меньше 10 лет. Не чистить снег тракторами, снегоуборочными машинками не убирать. Ну и более щадяще относиться к обуви, чтобы она была по тем параметрам, для которых это покрытие предназначено. Для этого покрытия шипы длиннее 10 мм вредно будет. Легкоатлетические дорожки давно заслуживали внимания. Ранее на стадионе было сделано рулонное покрытие. Бегать по нему в шиповках было невозможно, очень неудобно для профессиональных спортсменов. Об этом не так давно говорил Сергей Шубенков. Барьерист назвал покрытие хлипким. В Минспорте уверяют, новые дорожки придутся по душе и профессиональным спортсменам и любителям. Необходимо сделаем разметку в течение недели. И после этого расписание, по которому мы сможем совместить и возможность заниматься спортом для жителей. Это утром и вечером. Это тренировочная база наших спортивных школ. Это тренировочная база и общество «Динамо». Поэтому, собственно говоря, этот объект будет использоваться на полное и доступно будет. Но по расписанию. Ремонт легкоатлетических беговых дорожек планируют завершить 17 сентября. Главное, чтобы погода не подвела, ведь главный враг при укладке покрытия – дождь. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком.